Дневной разворот Как обычно призы в виде книг, билетов Начнем с вопросов У нас для вас вопросы приготовлены Которые придется ответить Если не ответить, то какие призы, о чем речь Мы сегодня, кстати, будем говорить в культпоходе О выставке замечательной Нереальной реальности И к нам придут представители выставочного зала Художественного музея имени братьев Воснецовых Ну а дневной разворот Как обычно мы стараемся Что-то такое актуальное взять Очень важное, серьезное Помню передачу от 22 мая этого года Когда мы говорили о Баркемпе Втором общегородском Который состоится через неделю Почему мы сегодня решили сорваться Собраться, потому что Сорваться Ты уже оговорился, оговорка по Фрейду Потому что он не сорвался Он состоится, но немножко в другом месте В другом формате И мы понимаем, что Многие собираются поучаствовать Мы сегодня решили эфир посвятить тому Где же он состоится Он переезжает в другое место Под крышу Да, итак у нас в гостях Организатор Баркемпа Артур Абашев Добрый день Здравствуйте И Дарья Анонева, координатор Здравствуйте Добрый день Итак Вот все из-за погоды, да? Да, на самом деле Все из-за погоды Изначально планировалось Что мы проведем Баркемп на природе Но так как Я думаю, многие знают Что весь июль обещают дождь Нет, мы еще не знаем Нет, мы еще не слышали Нам кто-то сказал, что на сегодняшний день Солнце выйдет Теперь вы знаете Теперь мы знаем, да? Да Решено было перенести мероприятие В помещение Это будет галерея прогресса Там оно состоится В принципе, как и планировалось Будет работать две площадки На которых будут очень хорошие спикеры В частности, приедет и Андрей Юров Это член Совета по президенту По развитию гражданского общества И правам человека Ну, программа будет очень бесконечная Стопроцентное согласие Да Уже дал этот человек А на каком этапе ты приняли решение? Как давно? Несколько дней назад Несколько дней Ну, подготовка-то вышла Уже задел какой-то уже был Нет, когда подошел вопрос Как раз, что нужно арендовать автобусы Нужно обрабатывать от клещей Нужно косить траву То решено было все-таки сэкономить деньги Не вкладывать в это деньги И лучше арендовать помещение Дело в том, что... Артур, просто перебью Дело в том, что 1 июля Была попытка провести баркемп в Сыктывкаре Да И там как раз погода вмешалась Поэтому как бы на опыте Сыктывкарском Я думаю, мы уже многие тут Просто так сами по себе подумали А что же будет у нас? Фотографии с Сыктывкарского баркемпа Такие плачевные Нет, ну они в принципе довольно оптимистичные Люди там все равно были У меня хорошие фотографии Я не знаю, как у вас Я не знаю, на какой площадке интернет я смотрел Но у них были смешные фотографии То есть там все в грязи Но это не баркемп Это, то есть, шутка была Вот, на самом деле А это такая шутка была, оказывается Нет, было грязно, но только на второй день На первый день это ненормально Хорошо Но можно все было стерпеть Потому что спикеры были очень интересны И слушать всех было все равно Ну, очень здорово И все равно много людей осталось на второй день То есть, как бы погода, конечно, повлияла Но не кардинально могло случиться А там организаторы пошли до конца Они не рассматривали эту возможность переноса Да, но организаторы по ситуации очень хорошо сработали То есть, они быстро сократили программу И людей увезли на 5 часов раньше То есть, ну, нужно понимать, что всю ночь шел очень сильный дождь Вот, то есть, вся поляна оказалась как большое болото Вот, и на 5 часов раньше закончили И основных спикеров, вот, например, Андрея Юрова Перенесли уже в гостиницу Сактывкар Где в комфортных условиях Кто хотел, пришел, тот и послушал Сберегли его так Да, мы решили сразу в комфортные условия Как галерея прогресса нарисовалась? Ну, я подошел к Дмитру Живаеву То есть, попросил его Он согласился Директор, да? Ну, столько у него фамилий, имен, что можно Какого-нибудь называть Какой-нибудь угадаешь Да, то есть, подошли, договорились То есть, будем обеспечивать всех участникам Горячим чаем и кофе бесплатно То есть, ну, в принципе Проблем не возникнет А место для палаток предусмотрели? А там есть прекрасная территория перед входом Да? То есть, там есть Когда проходят различные места Кто хочет в палатке, может там поселиться Я на неделе предлагал там искусственный газон В галерее прогресса Да, искусственный дождь еще, да? Костерок Дождь, я думаю, будет и настоящий Палаточки, гамаки Следующая суббота, 15 число И все это в один день, да? Да, это все будет в один день Начало в 13 часов Вход бесплатный Дарья, давайте пройдемся все-таки Немножко по программе Конферсно спикеров озвучим И надо предупредить, что Три человека у нас еще будут на связи по телефону То есть, те спикеры, которые приедут Участвовать в баркемпе Итак, 13.00 Следующая суббота Галерея прогресса Ну, вот смотрю Сразу с тяжелой артиллерии заходит Андрей Воробьев Эксперт серии ЖКХ Регулярный гость, в том числе, в нашей студии Ну, на самом деле Сфера ЖКХ Это, наверное, по запросу информации Это право на информацию Это одна из основных таких сфер И Андрей, наверное, был одним из первых спикеров Кого мы хотели вообще видеть на баркемпе И это первый спикер, который дал нам согласие Вот, и мы думаем, что он как раз Очень замечательно откроет баркемп И будет достаточно интересно Большая часть аудитории Которая к нам собирается прийти Вот Ну, Андрей Юров Вы про него спрашивали То есть он тоже выступал на Сыктывкарском баркемпе Мы сначала его не рассматривали На вятку, чтобы привезти Потому что у нас немного бюджета на самом деле осталось Но из-за того, что мы решили перенести Поменять место кардинально Мы смогли привезти Андрея Юрова И мы считаем, что это наш такой хедлайнер баркемпа будет Потому что, ну, на самом деле, очень такой федеральный спикер Договорились-то в Коми или раньше все-таки? В Коми, конечно, да, договорились Вот И прилетит к нам из Воронежа Сюда Ну, то есть через Москву Там, конечно, все очень сложная схема Но он будет с нами Вот Ну, также мы в тот раз объявляли команду 29 Тоже приедет от них три спикера Тоже будем говорить про право на информацию Не знаю, про кого вам еще рассказать Ну, мы помним, что мы продолжим мои темы прошлого года Про проект поддержки местных инициатив Одним из первых выступит Михаил Шевелев Который сегодня день рождения Давайте поздравим Миша, с днем рождения Давайте три-четыре что-то раздравим Три-четыре С днем рождения Опять раздравим Да, ладно Главное, что от души Да С Михаилом Шевелевым наши слушатели знакомы, хорошо Вот, и еще мы очень хотим Так сказать Поговорить с журналистами местными Тоже у нас выступит Максим Поляков Который сейчас исполняет Обязанности главного редактора 7 на 7 Регионального журнала 7 на 7 Вот, также мы еще ждем Анастасию Сечену С города Пермь Она сегодня у нас планируется на связи Да, да, да Она сегодня у нас будет на связи Она вот как раз в этом году Зимой, весной Провела в Перми очень такую уникальную школу Журналистских расследований Точка доступа Это была такая многодневная школа Вот, и Настя приедет И поделится с нами таким вот опытом Вот, ну, я думаю На связи мы ей зададим Такие интересные вопросы С чем вообще она будет рассказывать Вот, ну, конечно Мы ждем Анатолия Курбатова Из красивого Кирова Потому что без них вообще никак Вот Без них Киров некрасив Да, без них Киров некрасив Но вот, кстати Я приехала из Сыктывкара И у них вот, например Нет такого проекта И я вообще всем там рассказывала Что у нас есть вот такой красивый Киров Потому что вам тоже нужен Ну, я не знаю А у них и так красивый Сыктывкар Ну, вопрос спорный Конечно, он красивый Люди в нем красивые и хорошие Они делают баркэмп Но Сыктывкар требует Чтобы там были какие-то тоже инициативы Которые меняли город в лучшую сторону Вот, еще у нас будет сегодня тоже на связи Алексей Блинов Он очень много работает с волонтерами В Кировской области И в том числе со школьниками И вот как раз Леша расскажет Как дети решают проблемы современного образования То есть какие проекты они придумывают Там по борьбе с ВИЧ И прочими какими-то такими проблемами Вот, то есть как дети сами придумывают проекты ВИЧ это проблема образования? Нет, ну на самом деле в образовании Или в смысле знания об этой Ну, смотрите, просто в образовании Да, у них есть различные программы Которые в школах внедряются по борьбе Например, с ВИЧ Там какие-то скучные лекции Там уроки Или там, не знаю Ну, вот эта вот пропаганда На самом деле Детям это вообще не интересно Но они придумали очень клевый проект Про который Леша расскажет на Баркэмпе Который очень хорошо сработал И они И ВИЧ стал очень интересен для детей Нет, наоборот То есть он был посвящен здоровому образу жизни И они такой челлендж там запускали То есть это было очень интересно И уникально Потому что кроме них это никто не делал Ладно, не будем отбирать Алексея Хлип Он сам расскажет Конечно, сам расскажет Я, кстати, еще вижу тут Еще одну знакомую фамилию Нашего бывшего активного спикера Наехи Это Андрей Зорин, я смотрю То есть он вернется в Киров На какое-то время Да Но он приедет и уедет буквально Член Совета Российского общества политологов Сейчас сотрудник правительства Российской Федерации Когда-никогда Поэтому он приедет исключительно на Баркэмп Вместе со спикерами МГУ Преподавателями Которые в том году были у нас Да Самые веселые То есть они многим понравились Да Поэтому мы решили снова пригласить Они с радостью согласились Это Светлана Нестерова и Андрей Зверев Да И мастер-классы у них выстраиваем Коммуникации между обществом и властью Мы им отвели целых два с половиной часа Это больше чем кому-либо На самом деле это правда увлекательно Они молодцы Они прекрасно работают с публикой Так давайте до перерыва Все-таки закончим по крайней мере С основными какими-то вещами Далее Дарья Далее у нас выступит Александр Штыров Он эксперт проекта Инфометр Он будет говорить на тему открытости Органов власти в интернете Вообще есть это на самом деле или нет И также он расскажет о Кирове В том числе и про кировские органы власти Насколько они открыты и доступны в интернете Александр откуда? Он из Казани То есть он мониторит Да То есть проект Инфометра Они как раз мониторят сайты государственных органов Смотрят вся ли там информация Которая должна быть по закону Существует, присутствует Ну в свое время помнишь Когда у нас ОЗС признавали Одним из самых открытых органов власти Он как раз Инфометр их и мерил А потом в курсе перестал Они в курсе, что информация О бывшем губернаторе удалена Я думаю в курсе Так, хорошо Далее к нам также приедет Из Перми Владимир Соколов Он расскажет про музей Пермь-36 И вообще какое было общественное противостояние Вот именно про этот музей Это музей репрессий В курсе Да Вот Что у нас? Звонят А, звонят у нас? Да, звонят неожиданно Неожиданный звонок Алло Алло Да, здрасте Это, наверное, Алексей Блинов Да, это я Здрасте, Алексей Представитель правления Кировской областной Молодежно-общественной Добровольческой организации По развитию социальной активности Детей и молодежи Перспектива Вы участник Баркемпа Который состоится в Галерее Прогресс 15 июля С чем, Алексей, собственно, будете выступать? Ну, расскажу очень много Дарья, она не выступает Работаем мы с детишками И занимаемся волонтерством Очень много проектов и кейсов Про которые можно поговорить О том, как ребята Которые мне нравятся Как их учат периодически Проявляют собственную инициативу Доводят ее до конца И становятся частью образования Давайте на конкретном примере сразу Ну вот есть у нас такой Замечательный предмет В регионе Которое ведение Он считается Не является обязательным в школах Но некоторые школы его преподают Но преподается он, к сожалению Не в очень хорошей форме И сегодня Ой, не сегодня На Баркемпе вот получается Вместе со мной будет выступать Девочка, которая придумала Игру О нашем регионе Которая замечательно Рассказывает об истории Такие факты Которые Многие не знают Например, там О приезде Исейдора и Дункан В Сверхской области И выступления В парке Аппо А вот эта игра Сколько она Длится по продолжительности Это целый курс Игр Или вот Один час Предположим И все Мы хотим Вообще Мы Отталкиваемся От мысли Что мы можем Придумать технологии Которые мы можем Потом внедрить Вот технологии игры На нее можно накладывать Любые знания То есть Любую информацию Главное ее подготовить В той форме Чтобы она Могла быть в игре реализована Пока это С ее стороны Это одна разработка Ну как бы С учетом Что она учится В 10 классе Это достаточно неплохо Потому что она уже Проводит у себя В школе И в кировских школах Помимо этого Недавно мы проводили Эту игру На 150 человек И очень ребята Хоть они были маленькие Там шестиклассники Они очень были рады И прям В такой восторге Я такого Такой энергии В глазах не видел А как официальное образование К вам относится И какие взаимоотношения Есть же некий Федеральный стандарт Да Как-то игра туда Никак не вписывается Ну она вписывается Нет Почему мы берем Ту же самую информацию Которую дает преподаватель Только мы форму изменяем Как минимум И более интересно Вообще мы внедряем И с радостью Стараемся использовать Такую технологию Которая называется Равный равному Это когда ровесник Объясняют ровеснику Пусть они местами Меньше расскажут Но эта информация Она усвоит В десятки В десятки раз лучше ребятами Когда друг Рассказывает другу Ой подождите Равный равному Это же уполномоченный По правам ребенка В Кировской области Владимир Шабардин Вы с ним как-то связаны? Что ты имеешь в виду Володь? Ты хочешь найти кого-то В школе равному Владимиру Шабардину Нет Я имею в виду Неоднократно Мы об этом проекте Говорили С детским обмудсменом Просто сразу представил Простите Может не совсем Задал вопрос Забавно Это замечательная вещь Вы сотрудничаете просто С ним? Конечно сотрудничаем Все это дело Мы ни в коем случае Никогда Если мы Вот например Связались с краеведением Я сам не историк Поэтому Мы придумали технологию А чтобы правильное знание И правильную информацию подать Мы обратились за помощью К этим Профессорам ВятГУ ВятГУ политех И обратились к проекту Пешком по Вятке Антон Касанов Наверное вы слышали Он очень большой вклад Сделал в развитии этой игры Про Касанова мы ничего не знаем Не слышали Понятно Давайте вкратце еще Какие темы Вы поднимаете Какие еще проекты Краеведение Дарья на него говорила Что проблема ВИЧ Краеведение Астрономия Вот у нас девочка Мечтает полететь в космос И вообще Она всеми этими штуками связана И мы связались Там с музеем Саоковского У нас есть вот тоже Совместный проект Игра Уроки По науке Это проект какой Вы отправите ее в космос В конце концов Еще раз Я говорю Проект-то в чем Что отправить Девчонку в космос Нет Девчонка рассказывает Как раз таки О космонавтах У нас там целый курс Целый проект С праздниками С популяризацией науки Очень много всего Вот А еще Из этого проекта Выпал у ней другой Она Мы просто Рассматривали образование И понимаем Что вот Учителя Идут там По определенной схеме То есть Я вот например Могу усвоить Алгебру на уроке На 90% А вот Мальчик Петя На 70% И как бы На следующем уроке Будут уже новые знания Следовательно Тема наставничества И тема поддержки Развития знаний Подтягивания До 100% Понимания Очень необходима Потому что В конце года Мы приучаем Практически Любой ученик Он может получить Всего лишь 15-20% Того эффекта Который хочет На самом деле От 100% Учитель Алексей К сожалению Время наше ограничено Да Мы уже в целом Так представили Что вы достаточно Интересные вещи Собственно Будете затрагивать И будете освещать Смотрю по программке Ваше выступление Запланировано В следующую субботу В галерее прогресса На 17.30 Начало Да В общем вам удачи Большое спасибо Что вышли на связь Нам сейчас нужно Сделать небольшую паузу И мы скоро продолжим Продолжается программа Дневной разворот Николай Голиков И Владимир Сметалин Ведущий У нас в гостях Артур Абашев Организатор Баркемпа Второго общегородского Который состоится В следующую Субботу 15-го числа Не на природе Как планировалось Изначально В галерее прогресса И координатор Баркемпа Дарья Ананева Вместе с вами Мы только что Пообщались с Алексеем Блиновым Одним из спикеров Данного мероприятия Следующий Да у нас Еще один гость Ближайшего Баркемпа Это Анастасия Сечина Руководитель Школы журналистских Расследований Точка доступа Город Организация Это неформальное сообщество Которое пока Не имеет своего Юридического лица Но тем не менее Изначально Это родилось В общем-то Из моей профессиональной деятельности Из моего желания Чему-то Учиться И делать что-то иначе Вы журналист Простите Да Журналист Да я журналист Действующий Журналист Действующий Действующий А издание Ну в настоящий момент Интернет журнал Звезда Пермский А хорошо Вот И собственно Из этого желания Все исходило Чисто из личного желания Когда мы объявили о том Что Начинаем старт заявок На школу То получили более Семьсот заявок В результате Более скольки Я поняла что Сколько Сколько вы сказали Более семисот Более семисот Сумас Семи сотен Да Ну это было со всей России И в том числе Люди естественно Подавали на Онлайн версию Программы Вот Но штука в том Что мы поняли Что мы куда-то попали Попали в какой-то нерв Потому что Очень многие писали о том Что Да Задолбало Переписывать Пресс-релизы Да Нас тоже утомила Журналистика Копипаста Да Нам тоже хочется Чего-то более глубокого Более серьезного Поэтому Поэтому вот Проект Собственно Не закончился На том Что закончились Деньги Гранта Которые мы получили На эту историю И он будет Продолжаться Буквально Буквально с 1 июля Помимо того Что я сотрудничаю С интернет-журналом Звезда Я координирую Работу Бюро журналистских Расследований При фонде Гражданское действие Перми И соответственно У проекта Вот этой школы Этого сообщества Появляются Какие-то новые Перспективы Ну а На В Кирове Мне бы хотелось Поговорить И с коллегами В том числе О положении Вот этого жанра Сегодня в России О том Кто вообще И при каких условиях Может ими заниматься Анастасия Вот по сути Все-таки Вашей работы Можно еще пояснить Школа Значит Чему-то учите Чему учите Как Ну по сути Проект был разделен На несколько частей То есть Для начала У нас прошло Уже прошло Обучение В рамках трех модулей Где Темы были Ну собственно Методы Журналистского Расследования Источники Информации Этика Безопасность Расследования Как работать С базами Как работать С различными Сервисами Которые Можут помочь Журналисту Расследователю Как работать С открытыми Данными Как перевести Собранный фактаж В текст И как визуализировать Информацию Вот это примерно Были темы Три модуля У нас Состоялись Там по Три Четыре Два дня После этого Мы отобрали Трех журналистов Которые Занимаются Непосредственно Расследованиями То есть Вроде как Пытаются Применить Полученные Знания На практике Одно Расследование Может Делали Одно В процессе Одно Под вопросом Какого Рода Расследования Простите Что за Сфера Что за Проблема В данном Случае Было Одно Ограничение Это Не экономическое Расследование Не историческое Расследование А Правозащитное То есть Все-таки Права Человека Они Во главе Угла И Та тема По которой Расследование Завершено Связано С утечками Информации О диагнозах ВИЧ Положительных Людей Как эта информация Утекает От врачей Как она Утекает Из других Источников И чем Это оборачивается Для людей Живущих С плюсом Да Довольно Серьезно Да Да Вторая История Которая Сейчас В процессе Она Связана С Небольшим Поселком Городского Типа На севере Пермского Края Гусиновский Поселок Если вы Понимаете О чем Я То есть Созданный Рядом С колонией И по сути Обслуживающий Вот эту Вот систему И О том Каким Образом Определенная Группа Людей Наживается На этом Богом Забытом Поселке Который Никому Не нужен Который Оказывается В слепом Пятне И вне Зоны Контроля Третье Расследование Должно Было Быть Связано С Вовлечением Школьников Наркопотребления Но Там Пока Есть Пробуксовки И я Не уверена Что оно Состоится Будем Думать Что делать А Третья часть Проекта Заключается В том Что Будет Создан Веб Ресурс На котором Будут Собраны И материалы Школы И он Потом Будет Обновляться И Там Будут Появляться Другие Полезные Статьи По теме Анонсы Каких-то Школ Учеб Грантовых Программ И так далее И тому подобное Вот это Будет Третья часть Хорошо Спасибо Большое Ждем вас В Кирове Через неделю С вашим Проектом С рассказом О нем Спасибо Что вышли на связь Анастасия Сечина Руководитель Школы Журналистских Расследований Точка доступа Из Перми Нам сейчас Делать нужно Небольшую Рекламную Поозу Мы Быстро Вернемся Продолжается Дневной Разворот Мы Анонсируем Баркемп Второй Общегородской Который В следующий Субботу Пройдет Галерея Прогресса Организатор И координатор У нас в студии Артур Абашев И Дарья Анани Коли мы Сейчас уж С Перемью Общались Тут еще И главы Муниципалитетов Из Пермского края Должны подъехать Да Мы подъедут Билеты уже куплены Готиница запранирована Они вообще С палатками собирались Да Вот я как раз Причем пропала Когда мы сказали Что это их не очень сильно Расстроило Они собирались Отдохнуть На нашей Вятской природе Чем она Отличается Отличается Глава муниципалитетов Суббота Выходной день Для них Они не в рабочее время Для муниципалитетов Горячая пора Как в Перми Так и в Кирове Выборный год Они как раз Почему и хотели Вынырнуть Из этой ситуации Немножко отдохнуть В чужой Чтобы никто Их не упрекал А о чем они работают Проект поддержки Местных инициатив Проект поддержки Мы ведь считаем То есть о том Как это реализовывается В Перми В том числе Наши вицы В том числе Михаил Шевелев Они же ездят Вот недавно Они как раз Они в Перми ездят Делятся опытом Это вроде впереди Как принято считать Ну как тебе сказать В чем-то впереди В чем-то нет Когда там были впереди А после ухода белых Во-вторых Как бы не забывай Что скажем Муниципальные бюджеты Пермского края Гораздо впереди Скажем так Более впереди Чем наши То есть они приедут Хвастаться А вот у вас Столько денег А вот 10 миллионов А вот все Миллион И может быть Еще и расскажут Где эти миллионы взять Кто-либо знает Так Ближе уже к завершению Или нет Подождите все-таки Так про Анатолия Курбата Вы уже сказали Ну вот ближе к вечеру К вечеру К вечеру Дарья В 21.30 Мы планируем Начать читку пьесы То есть мы уже К культурной программе переходим Да У нас будет вечером Конечно культурная программа Это читка пьесы И музыкальный концерт Значит читка пьесы Будет Морисом Терлинка Слепые Вообще наверное У нас вообще все в городе В курсе Про эту читку пьесы Потому что Это наверное будет Уже четвертая читка Вот До этого И было где-то индивидуально Где-то На ночь музеев читали И читали В инженериуме В инженериуме И в поддержку Дороговой добра Фонда Ничего Ничего Закончим И самое главное То что Во время читки Людям будут завязываться глаза То есть у нас Будет вместимость Только на 50 человек К сожалению Потому что Будем ограничены в повязках Вот И людям завяжут глаза И они должны будут Только на слух Вообще воспринимать текст Но кроме текста Будут ходить тоже актеры И они будут Какие-то действия Делать То есть там Какой-то шум Ветер Движения Вот И каждый посетитель Сможет прочувствовать Каково это Быть слепым И Ну Сможет сопереживать Наверное Более правильно Напомните Кто читает Вообще На самом деле Там каждый раз Состав Меняется Мы договаривались С Евгением Тарасовой Там представители Актеров Вообще Из всех театров Кирова Вот И кто будет На этот раз Сложно сказать Потому что Их 10 человек И трупа Достаточно большая Ну и читка Будет уже Собственно Когда Две площадки Сольются Когда мероприятие Там уже закончится Хорошо Так У нас еще есть Один спикер На связи Анастасия Скурихина Директор фонда Развития Территории Земля Жизни Анастасия Добрый день Добрый Добрый день Вы в эфире Мы анонсируем Сегодня Баркем В котором Вы тоже Примете участие Что будете Вы О чем будете Вы рассказывать Какую проблему Будете поднимать Не ну мы то знаем Конечно Хочется чтобы Слушатели от вас Именно Это узнали Ну в общем то Будем говорить Про взаимодействие С органами власти Общественных организаций В частности Нашей экологической Организацией Напомните Каких успехов Добились В плане взаимодействия Знаете очень хороших У нас очень лояльное Совершенно руководство Министерства охраны Кровищей среды Они совершенно Адекватно С нами взаимодействуют Мало того Во многом помогают Позвольте мы поддержим Эту позицию Так Угу От конкретных Проектов будете Рассказывать Не знаю Призывать В взаимодействию Поподробнее пожалуйста Ну пожалуйста да То есть я расскажу Про то Каких успехов Мы достигли Именно во взаимодействии То есть какие совместные Проекты провели Чем это начиналось Чем закончилось Ну и вообще В целом да Призыв К дальнейшему сотрудничеству А какие планы О планах будете рассказывать О планах Да конечно О расширении собственно Деятельности экологической Да конечно План это что мы собираемся Делать в Кировской области И за ее пределами В сфере экологической Политики Так скажем Ну не так давно Вы были в нашей студии Мы общались И вы говорили о том Что одна из таких Ключевых проблем Это очень малое количество Активистов Которые занимаются Как раз таки Экологической тематикой Ну да Как мы еще обсудили Буйных маловато Настоящих Буйных маловато Соответственно Мы хотим найти там Также приверженцев В сфере экологии Будут? Будут Артур Как координаторы Обещаете Как организаторы Обещаете Ну я думаю Будут и найдутся Такие люди Которым будет интересно Тем более Я бы не сказал Что у нас вопросы экологии Волнует малое количество людей Вспомним этот же фестиваль Альтернативная реальность Там приняло участие Достаточно много людей То есть больше тысячи Да Подпишем Да Спасибо большое Анастасия Спасибо Директор фонда развития Территория земля жизни Анастасия Скурекина Так Становились на читке пьесы Да В 21.30 Она собственно запланирована Да Да Она запланирована И как я говорила Количество человек Которые сможет принять участие Ограничено Это всего лишь 50 Куда остальные гости Баркем подернутся? Ну Будут просто Видимо Либо закрывать глаза Либо пить чай Кофе Ну то есть Их из помещения не удалят? Нет Нет Но мы будем Просить Чтобы Была тишина Потому что Это очень важно Будет при читке пьесы Вот Возможно Волонтеры Театров Будут продавать Открытки Потому что мы знаем Что до этого Никита Открыточки продавали В поддержку Слепых детей Вот И потом передавали Вырученные средства На У меня есть предложение Да Вот вы тем Кто счастливчикам Которые будут Слушать читку Завяжете глаза А вот всем остальным Чтобы не мешали Мне кажется Надо просто заткнуть Рот Да Ну у нас будут И двое охранников Да Там будет Говорит Полезные функции Да Которые будут следить За тем Чтобы никто не употреблял Алкоголь в помещении И за порядком А за пределами помещения За пределами помещения Люди вольны делать Все что угодно Все понятно Намек поняли Ну и далее Ну и далее Вечером По культурной программе У нас выступят Несколько музыкальных групп На самом деле Мы пока не раскрываем Их названия Мы держим их в секрете Вы можете Потом проследить За информацией Это будут кировские Да Кировские исключительно группы До Баркемпа Их названия будут объявлены Да Мы напишем об этом Вконтакте То есть Найдите у нас вконтакте Вся информация появится там Да Послезавтра мы опубликуем В группе вконтакте Программу мероприятия Ну и в час 30 Мы планируем Все закончить Подождите Музыкальные концерты То есть 3 часа получается Конечно Несколько групп Четыре группы Конечно Четыре группы Ну каждой группе Еще нужно настроиться Там разыграться И временно Это тоже нужно рассчитывать Вот Ну и пожалуй все На этом мы закончим Свой Баркемп Потом каждого Мы попросим пройти Анкету Обратную связь Чтобы понять Свои минусы и плюсы Вообще Актуальность Проблемы Это уже будет В половине второго ночи Ну да Это будет после минуты Раздадим анкеты Часов в 9 Ну понятно После этого мы попросим всех Я думаю так Полвторого ночи Там заполнить анкету Еще может быть Пройти по прямой Стать позу Ромберга А какие критерии Там будут в анкете Что будет Насколько актуальна была тема Что больше запомнилось Что они узнали О правильной информации Да На самом деле Обратная связь Для нас вообще Важнее чем сам Баркемп Потому что Ну мы тогда сможем понять Вообще в том направлении Двигаемся или нет Ну надеемся что в том Пока нам самим Очень нравится наша программа Вот Ну кстати еще Для журналистов У нас выступит Максим Поляков Вот Из 7 на 7 Тоже будет говорить Про право получения СМИ На получение информации Что собственно Закреплено в законе О СМИ Да Имеет право Добывать Распространять Информацию В 9 статье Конституции России Написано Что каждый имеет право Искать Получать Распространять информацию Даже не только СМИ Да Ну достаточно Насыщенная Программа Там ведь как можно Будет на конкретного Человека приходить Не обязательно присутствовать Вход свободный Тайминга Который у нас Будет обозначен В программе То есть достаточно важно Вот И мы ждем Всех желающих То есть если вы хотите Прийти на какого-то Определенного спикера Без проблем Вот еще ребят Вопрос Когда на свежем воздухе Вот эти две площадки Работают параллельно И то доносится От одной площадки До другой Какие-то громкие реплики Выкликать Да Все-таки Довольно-таки Акустика сложная Нет Мы общались С Дмитрием Шиваевым По этому вопросу То есть он сказал Что все нормально То есть это Не мешает площадке Возможно вот это разделить Звукоизоляция Как это будет То есть они не будут Мешать друг другу То есть я уточнял Этот вопрос Потому что для меня Это тоже было важно Это важно Потому что так Когда две параллельно Работают площадки Желательно все-таки Слышать то Что тебе говорят Слишком громко А с другой стороны Не слишком тих Конечно Плюс чтобы все Слышали присутствовать Все эти каменные стены И потолки Которые дают Хорошую такую Отдачу Нет Площадки не будут Друг другу мешать В этом плане У нас все продумано Репетицию проводили Нет еще Надо проверить акустику Нет Но до этого Проходили другие мероприятия Где обе площадки работали И было все нормально Нормально было Дарья Где в настоящее время Можно узнать Посмотреть на эту программу Потому что мы все проговорили Но конечно Человеку лучше На глаз Один раз увидеть Программу Можно будет найти В наших социальных сетях Найти нас очень просто Кировский общегородской Баркэмп Или вы можете просто Вбить хэштег Баркэмп вятка Без пробелов Все в одну строчку И вы найдете Нашу группу Потому что мы Каждый день публикуем И актуальные новости И спикеров И вообще какие-то изменения То есть Держать руку на пульсе Как раз через социальные сети Ну и на фейсбуке То же самое То есть Две социальные сети У нас работают Параллельно А приглашение рассылали? Конечно Рассылали Да В смысле Специально созданная группа Я просто еще не успел Заберем Сколько там уже участников? Это встреча Да Там активных Кто собирается прийти 222 человека Было сейчас И то есть Кто собирается прийти Около 400 человек Вот Ну Вместит ли Если вдруг все придут? Ну все равно Приходит определенная часть Из этих Да Здесь все-таки Понимаешь Когда на полянке На самом деле Галерея прогресса Вмещала себя Как-то 500 человек Нет На самом деле 300 человек Чувствует себя там комфортно Самое большое Что вмещала себя Галерея прогресса Это когда проходил Проект акустика Там это было 700 человек Вот И говорят Что было конечно Тяжело Сложно Но У нас высокие цели И Я думаю Мы все Переживем Еще кстати Кто первый к нам придет Мы подарим им Интересные сюрпризы Которые подготовил Сувенирчики Да Артур Это В общем Кто первый придет Приходите Мы вас очень ждем В смысле Несколько первых Первые 100 человек 100 человек Сувенирчики Абаркемпер Вот Поэтому не опаздывайте А представляете В субботу 15 А как распогодится Да как солнышко Да как солнышко Боюсь Если распогодится Все ломанутся Как раз из города Да Ну разве что Будет немножко обидно Что такая прекрасная погода А мы под крышей Ну да Ну там Что делать Там прохладно Прохладно Да все таки Помещение Немножко под землей Находится Довольно таки Далеко под землей Галерия прогресса Галерия прогресса Кстати Давай напомним Еще Это Горького 5 А ну да Адрес мы так и не сказали Может быть тот и не знает Конечно Недалеко от перекрестка Горького и Герцена Соответственно Я так понимаю С кировскими чиновниками Это у вас не срослось Были планы С кем общались Не общались Не общались Честно скажу Да То есть не было Такого большого запроса То есть не от участников Не от кого-либо другого То есть поэтому Неинтересны они вам Ну по идее Это в принципе Все таки Гражданское Главное Гражданское общество Открытость власти Открытость общества Ведь заявленная Да тема Варкемп Ну как бы Варкемп не закрыт Любой представитель власти Может прийти На таких же условиях Как например Ты или я Поэтому у нас там Без званий и чинов И при том Кстати хотел бы Сказать что Большая часть спикеров Будет находиться Все время В галерее прогресса С ними можно общаться Неофициально После этого выступления Обмениваться контактами Задавать вопросы Лучше не только приходить Там на какого-то одного Но и оставаться Общаться Вместе пить чай У меня предложение Отобрать телефон Еще на входе у всех Потому что знаете Это смешно Там нормально все Там нормально Но вай-фай будет Вай-фай будет Просто иногда смешно Очень наблюдать Вроде серьезные мероприятия Там умные люди собрались А каждый втыкает Вот свой гаджет Вроде как-то Не ну мне понравилось В том году на Баркемпе Там полянка такая была Нерадиоофицированная Скажем так Поэтому люди пришли Сначала так Такие не могут ничего понять А что Как себя вести Когда с гаджетом Нельзя пообщаться А потом через 15 минут Нормально Все стали друг с другом Говорить Посмотрели Ну наконец-таки Вспомнили Что они еще Как в анекдоте Отключили интернет Впервые пообщался С родственниками Оказались хорошие люди В принципе Ну вот здесь так и получилось В том году Оказалось что Интересные ребята Съехались На этом мы Пора завершать Нам дневной Разбороться Ну что Я думаю в полном объеме Проанонсировали Все что хотели сказать Сказали И так еще раз Общегородской Баркемп В следующую субботу 15 числа В галерее прогресса С 13 часов С 13 часов А там так интересно Открытие с 13 до 12 Регистрация участников И вот какая-то там Регистрация участников И фотографирование Фотографирование Лучше позже Регистрация участников То есть спикеров Непосредственно Или гостей Всех Всех пришедших Всех пришедших Учет и контроль Учет и контроль Можно еще как-то Сочетать первую сотню Чтобы подарить сувенирчики В принципе да И у нас еще будут работать Очень классные фотографы Если вы видели фотографии Сыктывкарского Баркемпа То я думаю Если хотите Новую фотографию Себе куда-то В социальные сессии Без проблем Приходите к нам Это крайний случай Спасибо Артур Абашев И Дарья Ананева На этом мы завершаем Сегодняшний дневной разворот До встречи в Культпоходе Ровно через 20 минут Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова